Ииии, всем привет, с вами Глент, Кобяков, Серёга. Вы на канале А4. Да давай уже, говори. В общем, ребят, мы должны признаться, да, Влад А4 пропал. И проблема в том, что мы понятия не имеем, где он, как он, что с ним. Извините, что мы не говорили об этом раньше. Мы как-то надеялись, что всё само разрешится или он вернётся, но, к сожалению, нет. Ну вот сами посмотрите, телефон Влада, звоню. Набранный вами номер не существует. Блин, давай я ему позвоню. Может, у меня получится дозвониться. Алло, Дахе, здорово. Алло, Влад А4, это ты? Да, да, это я. Здорово, слушай, я тебе чё звоню, подожди. Я звоню, тебе чё узнать, ты куда пропал-то? Я никуда не пропал, у меня вопрос, ты используете анальные палочки, которые я тебе советовал? А, ну да. Блин, ну ты, конечно... Мне просто сказали, что ты впихаешь сразу по полпачки в жопу, а так не надо делать, нужно по одной. Так, давай это между нами оставим, ну... Я вообще узнал... Узнать звоню, куда ты пропал-то, блин, тебя все потеряли. Ты мне про анальные палочки. Так я туда и пропал, я тебе заказываю фуру, ты попросил, блин, побольше заказать, я и заказываю. Угу. Ну вот видите, ребята, все с ним нормально, живой, здоровый. Разговаривать. А чё у тебя, а чё... А чё у тебя случилось? Закончили что ли опять? Я ж тебя только вчера выслал. Ну, блядь, да. А я ж тебе объяснял уже тогда, говорил, что да, я очень активно это все использую, и мне надо добавку. Бля, ну ладно, тогда я привезу сейчас. Давай, все жду. Давай. Ну вот даже я дозвонился, чё они пиздят, блядь, в своем видео? Ну, блядь, мне не можно дозвонить туда, ладно, бумаги, блядь. Пиздобол. В социальные сети он тоже не заходит, на сообщения не отвечает. В социальные сети не заходит? Хм. Реально. Испарился. Ну, анальные палочки ищет просто, походу. Да и вообще, вы еще, ребята, давите на нас постоянно, пишите, где А4, где А4, мы сами не знаем. И вообще, почему вы пишите это только под нашими роликами? Пишите это везде, не знаю. Охуел. Под всеми роликами на ютубе. А то как люди узнают о его пропаже? Если вы пишите... Под всеми, нахуй надо? Ты чё, дядя, блядь? Под всеми, давайте, хорошо, под всеми роликами. Ну вот, Мурат, например. Нигде не ссыпал, не ссыпал. Ой, я какой, сука, нихуя. Интересно, здесь написали? Просто там видео в тренде, прям рядом, рядом с видео Влада Бумаги. По-любому, кто-то же должен был зайти. Ни одного комментария, ноль. Ноль. Как же так-то? Где Влад только под нашими видосами? Вы пока что общаетесь только между собой, между подписчиками. А нужно, чтобы о проблеме узнали все. Давайте, ребята, пишите где А4 в любых комментариях. Где это только воз... Альвиса! Где Влад А4? Он-то здесь при чём? Куда пропал Влад А4? Ищу в Яндексе. А нахуй ты его там ищешь, дура, блядь? Ты его там не найдёшь, он не туда ушёл. Куда пропал Влад А4? Может, погулять вышел? Ха, видимо. Привет ему тогда. Но всё же, куда пропал Влад Бумага? Наверное, на прогулке. И как долго он ещё будет гулять? До конца недели. Точно? Как у вас там с погодой? Ну, я думаю, тебе лучше знать, как у меня с погодой в Падикова. Сколько вам лет? Ммм, восемьдесят... один. А мне летом пятнадцать будет. До свидания. Хороших снов, милый. Давай без этого, пожалуйста, я всего лишь пятнадцать лет, какой милый, блядь! Давайте про что-нибудь другое. Вот именно, давай про что-нибудь другое, тебе всего лишь пятнадцать лет, поэтому давай не будем об этом. Мне тринадцать недавно исполнилось. Тем более! Давай, пока! И вам сладких снов, милый. Да иди ты, блядь, я не милый тебе! Тебе тринадцать лет всего лишь, хватит меня так называть. Я не милый. Милый, не спорьте. Сука! Слушай, тебе сколько лет? Восемнадцать, а вам? Тогда нормально. Мне... Все, я... Давай, пока, короче, дай мне бумагу найти. Можно! Итак, с этим разобрались. Так, ребята, в этом ролике мы... Я еще остался! И найдем Влада А4. Как-то же мы это сделаем вместе с вами. Смотрите этот видос внимательно. Следите за всеми зацепками, потому что вы самая внимательная. И обязательно, если что-то найдете, пишите нам в комментарии. Так, все, начинаем, пацаны. У кого какие версии? Куда пропал Влад? Может... Куда пропал Влад? Он устал и улетел куда-нибудь? На отдых? Да нет, на него не похоже. Боже. Может быть, тупая версия, но... Похитили инопланетяне. Серега, тут если кого-то и похищали инопланетяне, то только тебя, голова ты. Я думаю, здесь случилось что-то посерьезнее, знаете, типа... Разделим небо, спасибо. ...сорок миллионами на канале, он же хотел набрать. Точно. Хотел 40 миллионов в концу года, а тут реально по цифрам видно, что пока что не получается набрать. Сзади сморалился и впал в депрессию. Ну да, эта тема для него важная. Пацаны, а может его это, бандиты похитили? Да нет. Я понял, где Влад Бумага. Влад Бумага снимает клип с Марвин Штерном. Почему? Во-первых, у них за спиной обложка его альбома, который ему делал Марвин Штерн. И здесь нарисован клоун. А клоун у нас Марвин Штерн. Ну, помните клип, где что-то все хотят от меня шоу и так далее. Соответственно, он снимается в новом клипе Марвин Штерна. Вот и все. Не, если бы его похитили, бандиты уже все не прислезали. А что, я реально реально. По поводу выкупа бабки. Так, стоп. Давайте как в фильмах. С чего начинается любое расследование? Отпечатки пальцев. Свидетели. Да нет. Камеры. У нас же камеры по всем вовсе стоят. Камеры. Давайте посмотрим, где он был в последний раз. Валерон, спасибо тебе. Это отличная идея. Почему мы это сразу не сделали? Давайте, пойдемте на камеры. Так, давайте посмотрим там камеру. Ленчик, давай. Давай. Кто когда в последний раз видел Влада? Ну, числа так 16 сентября. Сейчас найдем. Это ангар. Вот, смотрите, Влад. Да, я, кстати, вспомнил. Я его тогда видел в последний раз. Вернулся. Что, получается, он уехал? Не знаю, давай посмотрим камеры с офиса. О, Влад. Так, он зашел в офис. А дальше? Поднимается на второй этаж. Так, камеры со второго этажа. Сейчас. Валя. Может, его похитил Мишка Фредди? Он на втором этаже заходит в свой кабинет. Блин, там нету камеры. Перемотай дальше, может, там что-то еще есть. А нахуе мы это смотрим? Сколько же он там просидел? Бля, ну пытаемся понять, куда пропал Влад Баба. Часа три иду. Это же я. Вот Влад вышел. А что у него с рукой? Вот я тоже видел. Я, кажется, вспоминаю. Я его встретил с просёжкой с рукой. Я же сказал. Он сказал, что устал. Тяжелая неделя. И ему нужно домой. Он поехал домой после этого. Ну прошло-то уже две недели. Вот это и настораживает. Трачи. Пацаны, предлагаю посмотреть что-нибудь на офисе. Может, найдем какие-нибудь зацепки. Отличная идея, погнали. Давай, 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 давай. Это на своих местах. Тут тоже ничего нет. Так, блядь. Тут вообще... Я просто сейчас смотрю. Там был момент, где они к нему в хату пришли. Ни одной машины Влада нет. Он же не мог на всех машинах сразу уехать. Может, он куда-нибудь перепарковался, там, купил, допустим, место подальше. Нет, здесь машин тоже нет. Глент, тогда они вот тут стояли. Блин, здесь еще даже ни одного человека на парковке нет. Да похуй, давай уже мы его сошли. Мы просто стоим. Надо подниматься. Так, вон, вон его квартира. Сейчас узнаем, где жилет Влада. Сериал какой-нибудь смотрит. Нифига себе, как он залип на сериал. Ну а что, сейчас такие интересные дела? Или, может, приболел слегка? Кальмара смотрит, сидит. Открыто. Открыто дверь. Ничего себе. У тебя запрещено какать на стриме. Да не может. Я, если что, умею драться. Вроде тишина. Влад. Добрый день. А вы на осмотр квартиры? Леха какая. Квартира? Да, да. Мы на осмотр квартиры. Я риэлтор, меня зовут Вера. Пойдемте. Нехуя себе, блядь. Покажу квартиру. Пойдемте. Просторная квартира. Ага. В центре города. Два этажа. Два. Балкон. Давай сразу, цена. Панорамные окна. Вообще обещание. И, кстати, находится квартира на самой высокой точке в городе. А расскажите, пожалуйста, о предыдущем владельце. Ну, здесь проживал знаменитый блогер. Очень опрятный. Как видите, квартира. А, опрятный, да? Ага. Ага. Я тоже, на первый взгляд, опрятно выгляжу, блядь. А потом такую хату затираем, блядь. Что, как бы, ну, как бы да. В идеальном состоянии. Реклама? Ммм. А чего съехал? Этой информации у меня нет. Но он очень быстро собирался, буквально за день съехал. Я впервые такое встречаю на своей практике. А когда это произошло? Ну, квартира сдается уже около недели. Ммм, неделю. А можно мы пока тут походим, посмотрим? Принтуса, ванну, санузлы. Мы еще пока не понимаем, подходит нам она или нет. А вы вдвоем собираетесь здесь жить? Ээээ... Да... Да? Да? Мы вдвоем, мы... Я здесь, он на втором этаже. Ну, я пойду посмотрю балкон. Ага. Ха-ха-ха-ха! я вот второй этаж как раз хотел посмотреть блин туса блин туса здесь вообще ничего не очень быстро собирался посмотрите все полки блямошу реально съехал из этой квартиры можно реально сдается но диван реально может куда-то переезжает поэтому нет ну и все соответственно может мне ее снять прикиньте снять квартиру где жил влад бумага и стремить там о балдеж вообще я понимаю что-то беларусь но ради такого и можно беларусь кататься то извини меня и пустые все пустое он что он в москву переехал он в москве так при поебачу в москве куда он переехал я в его квартиру перееду в беларусь и вообще зачем ты квартиры съезжать это же лучший вид в городе и раз ушла тут уже не ждет могу вам его наконец-то показать понятно он переехал в москва-сити раз у него была такая квартира с таким видом типа самая высокая . то соответственно может не будет ну либо спускаться вниз и переезжать в квартиру который будет хуже а так как он влад бумагой плюс богата ему надо наоборот как-то повышать этот уровень жизни соответственно москва-сити оцените вид из окна от 1 до 10 в комментах как по мне это 10 из 10 когда в комментах всем похуй вообще все пишут где влад бумаги подпишись на канал вот столько людей скучает по владу бумаги вот столько людей скучает по владу бумаги вообще всем похуй никто не оценил все спамят красиво на самом деле меня немножко настораживает что вот так быстро собрался но из-за того что он быстро собирался может быть он оставил какие-то зацепки улики куда он пропал ребят выпихиньте он даже кровать забрал вот тут стояла кровать все нету кровати мне это вообще не взрывает зачем так бы а есть объявление но из-за этих объявлений квартир в минске но это не авито это не циан я так понимаю в минске своя херня какая-то существует давайте реально зайдем посмотрим мне кажется реально хата сдается подожди мне что-то скидут какое-то объявление а это она я блядя кровать-то он забрал да это реально та самая квартира реально и че сколько 4000 долларов в месяц сдал в аренду на длительный срок треховную квартиру но ему надо было добавить название там в скобочках тут жил влад бумага ничего себе блин че это за здание такое реально какой-то минск сити вип-квартира домофон видео домофон че-то еще такого уникальный объект не имеющий аналогов современный духов и уровневый пентхаус на 31-32 этаже в центре города с новым стильным дизайнерским ремонтом баля жил бы в минске реально бы снял ну-ка в рублях 290 тысяч в месяц ну в принципе я думаю прикольно было знать сидеть в этой квартире когда были митинги и наблюдать отсюда как вся эта суета происходит в уровне то есть это конечно не прикольно то что происходило но когда ты с такой высоты сидишь и за всем наблюдаешь и видишь этот пиздец ну квартира конечно да достойно достойно прикол мкад микро москва так ладно мы во всем обязательно разберемся и найдем влада так 51 уже объявление надеюсь кто-нибудь позвонит влад 52 ну хоть кто-нибудь должен был его увидеть короче я решил начать пока что с района который ближе всего к ангару может кто-то увидел он там приезжал мимо выходил а потом открыли возле его дома а потом и по всему городу так у меня здесь в принципе полторы тысячи объявлений хватит смотрите там какие-то дети может они знают что-нибудь про влада 4 давайте узнаем привет слушайте тут такое дело короче пропал влада 4 чем слышали про это очень давно уже вода и я хожу расклеиваю объявление пропал влад может кто-нибудь поможет с этим может быть вы знаете какую теорию куда пропал влад куда мог деться мы стали смотрели и он что-то про фильм там говорил вот мы и думаем что он фильм уехал снимать если он поехал сниматься фильм об у нас предупредил мы бы знали вы живут лучшие друзья так вот я был прав я с объявлениями знаете раздайте своим друзьям пускай об этом все знают пишите везде комментарии по всему youtube не не только под нашими роликами хорошо вот-вот побольше вам все спасибо большое за помощь пойду еще поспрашиваю кого-нибудь может пока пока но влад точно не мог на фильм поехать сниматься оба нас предупредил думаю тоже наверное должны были сниматься фильмы как он без нас надеюсь нам еще попадутся подписчики может они что-нибудь знают я пока продолжил объявление 3 хоть бы какую-нибудь зацепочку ну хоть что-нибудь не здесь ничего нету для жалко-то не вас вообще ничего нет всю одежду забрал я снял достались но в минске и они тоже пустые хотя бы коробку гучи заберу на память квартирка конечно хорошая нравится очень но мы еще это подумаем подумаем да следующий раз да мы вам отзвонимся если что до свидания до свидания коробку украл не украл а взял на память нафига тебе коробка это же картон обычный но ее в руках держал в ад извините здрасте здравствуйте да вы ничего не знаете про вашего соседа из 211 а знаете что я вам скажу какой то он очень странный поподробнее сидите ка я вам что-то вам скажу я там слышу постоянные шумы шумы какие шумы секс может быть в этом что нибудь смогли разобрать в этих шумах так что там разберешь если на всю громкость включена дэнди бэнди 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 аааа так это он музыку слушает а вот и какая же та же музыка а может быть но я вам скажу еще странным ним женщина приходит постоянно желтая одежде и буква я с квадрат это чат вы нахуя к нему приходите блядя я на спине ну так и вы ее знаете видите они говорят про музыку реально пошел в клипе моргенштерна сниматься это я нас еда так может еще что-нибудь есть странно молодежь вообще странная и вообще ребята я мусор выбрасываю а вы что тут делаете мы 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 уходим они мусор ищет вообще в месту подгорает все еще скоро до свидания до свидания до свидания так мы побывали в квартире узнали что он переехал ничего полезного от бабки не получили погнали к серёге надеюсь у него дела получше а еще немножко белья не осталось бабка назвали там еще дети надеюсь и наши подписчики потом верю что не узнает наверно битвы идите сюда вы право до 4 уже слышали что-нибудь еще говорили что он поехал куда-то что зато давайте по одной теории короче влад пропал это все знаете кино вряд ли он бы нас позвал я эту же идею обдумывал точно невозможно какие еще теории есть как он без нас мог переехать в россию он свой канал собирается открыть мне мне кажется не подходит так его сбила машина реально нам позвонил бы скорая помощь там например ну или может быть он а забыл про вас куда-то поехал гулять блин если так посчитал туда это некрасиво как-то заболел не я тоже думаю что он заболел сидит дома не знаю может там отдыхает сейчас к нему поехали пацаны домой чтобы узнать заболел он дом вообще можно реально решил от нас отдохнуть больше теорий никаких нету поможете найти влада хорошо держите это надо распространяйте везде друзьям раздавайте обязательно в комментариях пишите где 4 везде не только под нашим роликами договорились все хорошо пока отдыхайте дальше я пойду самую ужасная теория в которой не хочется верить что он разбился даже думать про это не хочется надеюсь он просто решил отдохнуть или приболел и поэтому решил что мы его не беспокоили не звонил нам не писал буду надеяться короче на лучшую так ну еще осталось для ажи 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 а вот пойдемте вот эти короче расклеил полторы тысячи объявлений поговорю с подписчиками ничего нет пока а у вас что есть это блин ничего в квартире пусто соседка ничего не сказала вот сидим историю поиска опять смотрят так пацаны запись к пластическому хирургу остапов дг садовая 5 пластическому хирургу у него что что-то с рукой была температура не знаю может он все хочет просто внешностью лучше там накачать или нос исправить так это давайте узнаем по какому поводу он обратился написано что остапов лучший город реально пошел ренопластик про себе делать да и собственно говоря все и видимо что-то реально серьезное так предлагаю немедленно скорее выдвигаться в москву переехал здесь у пацаны надо будет тогда снимать на стол обица и посреди геннадьевич вроде он да ладно пойдите молодые люди по одному пожалуйста не не нам только спросите вы знаете влада бумагу но был у меня один такой пациент я его хорошо запомнил слушать а что с ним случилось извините молодые люди эту информацию я не смогу такой взгляд как у этого смайлика желтого вы понимаете он пропал мы его нигде не можем найти но и вы поймите меня я не могу разглашать информацию своих пациентов это секретная информация закрытая слушай меня у нас вдруг вообще-то пропал пока не узнаем информацию никуда не уйдем да я бы на вашем месте с ним не шутил я ничего не скажу я давал клятву гиппократа я последний раз предупреждаю 3 2 ебать бык хорошо 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 единственное что я могу сказать это уникальный случай я такого вообще никогда не видел уникальный случай ко мне на четырнадцать три запись так надо сваливать пацаны давай 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 кобяков уникальный ну чё пацаны такой готов так ладно две новости одна хорошая лада начать хорошей во первых вот здесь был идем по правильному следу а во вторых у меня появился план рассказывать врач сказал что это особенный случай но не сказал какой но они же все равно это как-то документируйте не спросили точку а следовательно где-то здесь есть архив где написано болезнь влада так они же его запугали мне кажется будем искать целый час клятва гипотенуза точно ничего нет ищите буквы в либо тоже проходной двор как охрана вообще сюда пропустила что такое не плано врача все дебил операторы не видят оператор ходит снимает его там он не видно еще раз только солнце обращусь к охране я уже думал на мхана врачу но так врачу был нас полен он бы реально нас охранником сдал пацаны надо не терять все время а быстрее карточка муфляж на ними так все ищем букву б бумага пацаны сюда 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 смотрите а b1 и b2 это то что нужно свете фонарик надо b4 нашел нашел пацаны давайте познакомимся впервые вижу чтобы чью-то медицинскую карту засекретили совершенно секретно да с владом точно что-то случилось просто так такие метки не ставят так лист заключительных уточненных диагнозов уточненных 0 8 0 4 2020 а глунда что это такое подожди диагноз установлен впервые 23 11 зубная боль но это ничего страшного было такое больно окей пацаны наша дата 16 сентября 2021 года читает диагнозы озноб нормально головная боль не всегда нормально зуб слушай пока это же у него в истории было прожжение помнишь там мася джене температура так пацаны надо его быстрее найти мало ли ему реально плохо смотрите а еще доктор остапов дг это этот вон шизик но главная проблема в том что остальные диагнозы зачеркнуты реально засекречены мы с тобой возьмем изучим а то ты чё это же воровство документов статьи боля я думал то в общем какие проблемы влада бумаги да а уж что вам не говорит нет ни слова не говорил про проблему ребятки у него страшная проблема остеохондроз так это же какая-то болезнь дедов молодой человек остеохондроз это болезнь всех у вас на съемках чего только с ним не происходит бля конечно я короче понял это реклама интеграция остеохондроза стресс процесс пресс и еще какой-то пульс это получается все из-за стрессов у меня из этих съемок тоже скоро у костяохондроз начнется короче вы знаете где влад я-то не знаю но вы как найдете сразу ко мне что дальше будете делать вот все открываю смотрите вы не подскажете у меня реально со спиной каждый день что болит борода конечно молодой человек и я вам помогу глядя к нам это ехать надо стану и помогать работой пройдемте пациент прилягте деба луся чем вы тут занимаетесь спокойно ребятки что получилось я не понял подожди все под контролем руки свободны зажги и побольше дыма чтобы на все помещение положи свой лаптоп что делать ортопедический больше дыма больше надо хорошо люди здравствуйте молодец тебе чувствуется музыкант больше дыма пошел по кругу вокруг больного а я возьму основное лекарство тоже ебнутый какой-то сумасшедшие видео как будто кам на него капает чё за фигня очень важно нанести сметану в форме созвездия альфа центавы сметана чему голова не бунтовать от сметаны никто не увлекся просмотром виноват вот пошло здоровье ты принеси стакан со столченым стеклом а ты неси волшебный черный рис кастрюли старая каша давай бегом пациент ты как я просто офигенно спасибо вам большое я как новенький приходи еще хорошие вы ребята надо вам помочь у меня как-то кошка сбежала две недели всем поселком с участковым собаками никто не мог найти моя знакомая так ладно чувствую я чувствую с ним происходят странные вещи и что секунду не нужно обратиться к духам ну конечно в квартире у него пусто а он же должен где-то жить отель до продлевай продлевай да конечно мой для продлевать напомните пожалуйста адрес начали в итоге нужно в номер попасть мы просто упорщиками устроились вот первый день работа и мы не знаем стажер стажеры не знаем как номер попасть вы что снова нельзя ходить вот такой обычной одежде чего мне выдали униформу еще может ладно идемте за мной вот так то лучше держите карточка от двери как закончите отдадите на ресепс я приду проверить мы не первый год в этом бизнесе так что в нас можете не сомневаться это карточка всех дверей такую выдает упорщиковым капец какой-то мой 1209 это не я должен делать не я не хотел саны его куртка вообще теряюсь в догадках вы просто посмотрите вещи он реально пытается выдать себя другого человека ни хуя себе и налички тут минимум на месяц и главный вопрос на месяц вот это на месяц почему он это все не забрал ощущение очень сильно спешил как так то я стираю ой понятно в общем бумагу они так и не нашли а смотри до конца они пишут охотник за головами баунти хантер нанять вот есть какой-то номер давайте попробуем по нему позвонить звони звони уже алло здравствуйте нам нужна помощь нужно найти одного человека понял хорошо да спасибо большое ну чё короче сказал что дело интересное сейчас не может но когда когда он сможет короче сказал что ближайшее время свяжется с нами видимо нам остается серёга вы на канале 4 ставьте лайки всем пока а мы совсем забыли как выглядит влад бумага нам на твою ламбу уже давно насрать пропал куда-то блин найти не могут ужас вообще пипец как так можно не понимаем вообще серьезно всех просто кинул всех бросил и исчез прикиньте если я так сделал ну нормально играю в майнкрафт эндермен хочет тут напасть я ему это не дам грифер уходи отсюда сам